Вице-губернатор, курирующий вопросы в сфере образования, совместно с руководством окружного профильного департамента продолжают рабочие поездки по населенным пунктам региона. В минувшую субботу делегация посетила села, находящиеся в пограничной зоне Шойную-Несь. Тему продолжит моя коллега Ирина Никешина. Одна из проблем, которая волнует жителей Шойны – отсутствие жилья. Об этом на встрече с представителями окружного профильного департамента рассказали педагоги сельской школы. Здание, которое, жилье было построено, это расселили аварийные дома работникам школы. Не было выделено там ни одной квартиры, поэтому у нас есть проблема с жильем для педагогов. И в том числе для приезжих, да? Ну да, может, поэтому мы мало приглашаем приезжих, больше стараемся здесь как-то выкрутиться, потому что поселить негде. Нужна в Шойне и новая школа. Существующее здание, в котором также располагается интернат, скоро перешагнет 90-летний рубеж. Сегодня здесь учатся 49 ребят, при этом 13 из них проживают в пришкольном интернате. В свободное от учебы время дети спешат в сельский дом культуры. Здесь под руководством наставников реализуют свой творческий потенциал. Дети занимаются у нас в основном вечернее время, после школы, когда их досуг в школе заканчивается. То есть в 5 часов, в 7 часов. На данный момент у нас проводятся кружки по шитью, мягкой игрушки. Потом мы с маленькими детьми дошкольного возраста изготавливаем игрушки и поделки из бумаги, из пластилина. Также у них проходят дискотеки детские по пятницам. И у нас проходят игровые программы на улице. То есть ребята все в свое время проводятся здесь? Да, они всегда стараются, бегут к нам сюда, проводят свой досуг с весельем, с хорошим настроением. Очень любят к нам ходить. Ни одно поколение воспитанников выпустил Ишоинский детский сад. Этому зданию уже 85 лет. Несмотря на столь внушительный возраст, он до сих пор выполняет функции дошкольного учреждения. Сегодня его посещают 23 ребенка в возрасте от полутора лет и старше. Практически все свое время ребята проводят в группах. У нас просто на улице достаточно мало дней таких благоприятных, что можно на улице заниматься. Особенно в зимнее время. То ветер, то снег, то еще что-нибудь. Основное такое здесь? Вот здесь, да. И тут достаточно у нас есть. Хватает? Вот я тоже хотела спросить о инвентариях. Хватает, хватает. Новый детсад необходим и жителям села Несь. Сейчас он располагается в двух деревянных зданиях – 1962 и 1935 годов постройки. Это единственное муниципальное образование региона, в котором существует очередь в детский сад. Вопрос не может решиться уже на протяжении долгого времени. Конкурсы проводятся, но пока, к сожалению, нет достойного подрядчика, который вышел бы и началась стройка. В рамках визита в Несь делегация из окружной столицы осмотрела все объекты под ведомственные департаменту образования, культуры и спорта. Мы понимаем, как задачи стоящие в рамках национальных проектов. Ряд объектов мы будем строить в рамках реализации национального проекта. Это как детский сад в Неси. Также у нас запланировано в рамках с выделением федерального финансирования строительства школы в Шойне. Поэтому мы подтверждаем еще раз для себя, смотрим состояние объектов и как правильно организовать образовательные процессы, какие вообще есть острые проблемы, возникающие у работы тех или иных учреждений, чем мы можем помочь. В свою очередь вице-губернатор Наталья Сидорова отметила, что вопрос, озвученный работниками учреждений на встречах с делегацией из окружной столицы, требует детальной проработки и дополнительного финансирования. Отрадно, что ряд вопросов в принципе уже удалось и здесь решить. Так, допустим, все руководители, директора школ, мы во вторник были также в ОМИ и в ПЕШе, задавали вопрос по стоимости питания в школах детей. И вчера на горячей линии губернатор уже в принципе дал поручение проиндексировать стоимость питания, и это не может не радовать жителей села и руководителей. Кроме того, все задают вопросы по капитальным ремонтам, стройкам. И здесь хотелось бы отметить, что в рамках национальных проектов, здесь национальный проект, у нас и демография, и культура, и образование, предусмотрено проведение капитальных ремонтов как в НИСИ, так и в ШОИНЕ домов культуры на перспективу. И в НИСИ в рамках проекта демография это строительство детского сада, а в ШОИНЕ это строительство школы. Добавлю, что в настоящее время Департамент образования, культуры и спорта НАУ формирует программу «Земский учитель», которая будет направлена на поддержку и привлечение кадров для работы на селе. Как отметила руководитель окружного ведомства Лина Гущина, очень важно услышать мнение и предложение кадров, занятых на селе, ведь им эти проблемы знакомы, как никому другому. Следующая поездка представителей департамента запланирована на восток округа. Она состоится ориентировочно в июле этого года.